ПТ-2 ПДР Короче говоря, вот так вот оно к нему и прицепилось И так оно к нему и прирослось Хотя и тогда данная машинка встречалась довольно-таки редко Почему? Будем обсуждать отдельно, чутка попозже Ну а что касается УС-2, то давайте посмотрим сначала на его технические характеристики Машинка не вызвала в свое время абсолютно никакого ажиотажа и интереса По одной простой причине, потому что она оказалась, ну, самой негодной на своем уровне ПТ-шкой С перезарядкой и с установленным оборудованием, ребят, в 8 секунд выдавала всего 90 единиц урона И ее углы склонения минус 5 с учетом полной картонности отыгрывались просто ужасно ДПМ не реализовывался, что тоже, кстати, неудивительно с учетом времени перезарядки А это время перезарядки в наших с вами песочных боях еще необходимо пережить Тогда, когда вокруг тебя все кишит, все бурлит и все в тебя отбрасывают Что касается разброса и времени сведения, то благодаря оборудованию можно это плюс-минус как-то выровнять Допустим, там то же самое время перезарядки можно улучшить, улучшив себе, соответственно, заявленный ДПМ Причем улучшить довольно-таки существенно Практически, я бы сказал, не на секунду, да, согласен Но больше, чем на половину секунды Это действительно существенно для данной машины Ну а что касается времени сведения, то время сведения, оно и так в целом нормальное 2.7, 2.5 не особо чувствуется А вот время полета снаряда, оно просто безбожное на этой машине Поэтому, соответственно, сюда оборудка и была установлена на этот слотик Что касается технических характеристик по машине, посмотрели Теперь давайте посмотрим, что она собой представляет в сравнении с другими машинами Итак, поднимаемся выше Как все мы знаем, на пятом, ой, простите, на втором уровне у нас всего 5 ПТшных машин Все они на сегодняшний день коллекционные И, как вы видите, машинка УЗ, она абсолютно никакущая По заявленным характеристикам по орудию Самый, ну нет, да, хорошо, окей, не самый, но один из самых худших ДПМов То есть, если взять, допустим, Т-18 телевизор, либо того же самого Зомби То у них, честно говоря, гораздо все интереснее, гораздо веселее И та же самая Рыношка тоже пободрее, повеселее набрасывает Перезарядка 8 секунд, тогда, когда у всех остальных там, ну, гораздо, гораздо приятней При этом Альфа 90, ну, я бы не сказал, что это прям существенный плюс с учетом времени перезарядки Короче говоря, все вот это вот и привело к тому, что машинка не вызвала абсолютно никакого интереса Да, по сравнению с другими машинами у нее, типа, самая высокая доходность, 110 Но кто же будет на втором уровне, ребята, реально заезжать для того, чтобы пофармить серебра Ну, короче говоря, вот так оно и получилось, что машинкам, как такового интереса не вызвало у игроков Что касается брони, забываем про это слово, мы и так с вами о песке разговариваем Хотя, если взять, к примеру, того же самого Т-18, как вы помните, там броня действительно есть Как для своего уровня, хотя на сегодняшний день уже все равно не настолько бодренькая Ну, а когда он игрался, то, безусловно, это была просто непроходимая по броне имба Что касается УСА, то здесь, как бы, вообще ни о чем Бросать можно чем угодно, куда угодно Короче говоря, смотреть просто-таки нечего Что касается, ребят, ходовых качеств и всего остального Сейчас с вами заценим это непосредственно в бою, куда и отправляемся Вообще, УС-2, это такая машина, которая, я больше чем уверен Сохранилась в ангарах у тех ребят, которые играли в те времена И в процессе собственной эволюции в игре Не были вынуждены продать УСА для того, чтобы освободить место в ангаре Вот те люди, которые спокойно там могли добавлять себе машины в ангар Не знаю, там, путем доната или выигрывая свободные слоты где-нибудь в ивентах и так далее Они действительно могли себе оставить УС-2 Все же остальные, я больше чем уверен На сегодняшний день, может, даже и не вспомнят о том, что данная машина когда-то стояла в их ангарах Ну, просто потому что машина, как я уже сказал, абсолютно никакого впечатления не произвела Ну и, соответственно, не вызвала у игроков ровным счетом никакого интереса Ну что, поехали, заодно посмотрим на оновленную карту Как она выглядит Довольно-таки прикольно Я, честно говоря, играл несколько каточек после того, как ввели обновление И что-то интересненькое, прикольненькое в этом есть Хотя, честно говоря, все-таки немножко я не подстроил свои, допустим, настройки по качеству Отображение текстур по одной простой причине Потому что, как видите, немножко все рябит Не знаю, не знаю даже, насколько это хорошо или плохо Скорее всего, я буду немножко эти штучки подчищать, опускать Чего-то их в башку поднял Не пробил я, видите, второй уровень пробоя мне не хватило Но я выбрал не пробой себе улучшать Так, возвращаемся 90 своих кинул, но, честно говоря, я бы сказал, что слону дробина, да, по большому счету Ну и теперь надо еще перезаряжаться Стоять Стой Точностью орудие довольно прикольное, довольно интересное Если бы это орудие еще немножко быстрее перезаряжалось Ну тогда вообще было бы все великолепно Ну а так Приходится терпеть вот это время перезарядки Ну и Что-то там пытаться Придумывать, как говорится, на ходу чем заняться В то время, пока Ты перезаряжаешься Вот так вот меня жестко добирают Я этому абсолютно не удивлен Сейчас меня явно отправят в ангар Потому что я, ну, не успеваю просто физически перезарядиться Да ладно, серьезно успел? Класс Я реально сейчас сам не ожидал Больше чем уверен, что парень сейчас в меня откинет Я не знаю, честно говоря, почему так получилось Подниматься сверху Ну, наверх, простите, на горку Как бы вообще никакого смысла не имеет Потому что, как я уже говорил, углов склонения у машины нет Вот сейчас я совсем чуть-чуть сдаю назад И уже, видите, ровным счетом становлюсь бесполезным И все Все, поиграли Вот такой вот бой на УС-2 у нас получился в первой катке Сейчас обязательно закатимся в следующую Но я думаю, вы понимаете, что Большого какого-то там Не знаю, результата на УС-7 Вы сделать реально не сможете Картон картоном пробивают всем Подвижность у него классная Только когда с горы катится, как сумасшедший Ну, а так, в целом, ничего веселого Хотя что-то все-таки в этих коллекционных машинах есть Даже если на сегодняшний день абсолютно негодные То, в любом случае, это дань истории Дань памяти Ну, и почему бы не выкатить из ангара то Что сейчас уже не встретишь Знаете, это как выкатить, наверное, на сегодняшний день Из гаража Какой-нибудь ушатый запорожец Который в два раза старше тебя И он выехал Все на него смотрят Да, у него нет кожаного салона Да, у него нет коробки автомат У него абсолютно неприемистые двигатели Слабая ходовая Ну, по сравнению с какими-нибудь внедорожниками Но, ребят, все-таки, когда ты видишь Вот таких вот старичков на дороге Определенный интерес Они все-таки вызывают И мне почему-то кажется, что ребята Которые попадают в бои против вот таких вот машин Чисто случайно Вот те, кто, допустим, постарше Они сразу вспоминают, как это было много лет назад Те, которые помоложе Либо вообще не воспринимают И не видят данную машину в бою И не проявляют к ней абсолютно никакого интереса Но, либо, наоборот, проявляют интерес Потому что не понимают, что против них заехало Результат по бою, ребят Мы смотреть не будем Ни по фарму, ни по наственному урону Но, ребят, смотрите В данном бою У меня даже получилось занять второе место В команде по урону Довольно-таки прикольно Давайте еще раз закатимся Все-таки хочется старичка выгулять Хочется, чтобы он Как-то, не знаю, протряс Своими старыми косточками Пускай дряхлыми Пускай дряблыми Но все-таки, ребят Он тоже хочет прогуляться Ему тоже хочется на мир посмотреть Да и себя немножко показать Возможно, кому-то интересно Вот сейчас Бой может сложиться немножко интереснее Потому что против нас всего Три машинки второго уровня И четыре машины первого левела Вот здесь возможно Возможно Не гарантирую Но у нас получится прогуляться По поводу того, что я говорил По тому, чтобы попытышить на данной машине Я поставил оборудование На ускорение скорости полета снаряда Потому что на дальнее расстояние У конкретно данной ПТшки На своем уровне Самое долгое время полета снаряда То есть скорость полета снаряда Здесь просто Ну, не знаю Мега ужасная Поэтому улучшал Насколько сейчас это даст какие-то результаты Я не знаю Честно говоря, еще не пробовал Я вообще Да и не помню Когда последний раз Данную машину выгонял из ангара И вот эти вот две катки Которые я сейчас делаю Признаюсь честно Это первые катки За последние, наверное, несколько лет И делаю я это Исключительно для вас Поэтому, если вам нравится Такой формат Или если вы готовы Отблагодарить мои труды, старания Ну, и в чем-то Наверное, страдания То отблагодарить можете Подписавшись на мой канал И поставив колокольчик на видео Чтобы не пропускать новые Давай, перезаряжайся быстрее Какой же ужас все-таки С этой перезарядкой, блин Ну, реально, не хватает Буквально вот на две секунды улучшить И уже было бы Ну, прям существенно лучше Постой секунду Постой, не убегай Дай, ну дай, ну дай накинуть Ну, пожалуйста Жмот Так, там Видно, не видно Давай, подкатывайся Супер Еще и в своего попал Класс Ну, давай Да, все-таки Вы знаете, ребят Скажу откровенно и честно Вот С улучшенным временем полета С улучшенным временем полета Снаряда Играется реально комфортней Вот серьезно Я помню Может, это я так помню Но я четко помню Что Снаряды Надо было бросать Просто с диким упреждением Просто Не знаю, там Полминуты давать ему на полет Что ли Так Ладно Нас осталось трое Света я сейчас не дождусь Поэтому, наверное, придется мне идти сейчас К вот этому товарищу В размен Благо, что у меня В любом случае Повыгоднее ситуация Я все-таки второй уровень Он первый Я смогу его пробить И Моя альфа Она, в принципе, достаточная Для того, чтобы с ребятами бороться Боже мой Как сейчас им третьему повезло Просто-таки Немыслимое везение Жаль, помочь некому Вот серьезно Давай, вылазь Не очкуй Да ладно Вот что это только что было Каким образом я его не пробил Надо помогать давить парня Пока не поздно Давай, добирай его Мимо Мимо бросил Стой, стой Так, есть Сделал свой заслуженный фраг Ну и теперь Вот ты где Поехали встречать его У него дорога одна И я думаю, что хитрить он особо не будет Наша с тобой задача Куда ты поехал? Ладно Наша с тобой задача, брат Хоть ты меня и не слышишь сейчас Подъехать к нему и начать ему раздавать А ты непонятно чем там занят Поэтому я начинаю без тебя А ты там уже подтягивайся Жалко, что он меня не слышит Может от этого было бы больше толку Так, вставай 87 Что-то мне подсказывает Что я тебя не доберу Кто-то скажет, что я сейчас рак Что становлюсь бортом Но поверьте Здесь что бортом, что не бортом Броня везде тупо одинаковая Вот так вот получилось Ничего себе Уз себя показал во второй катке Так Ну а вот здесь уже, ребят Можно и на результаты посмотреть Потому что какой-никакой А результат И свой вклад в победу Я реально сделал Как я себе думаю 860 единиц урона То есть в принципе Я типа минуту отработал Своего орудия За все время боя Я имею ввиду Реализовал ДПМ В течение минутки Так Что касается, ребят Фарма Не могу заострить внимание 21000 Ребят Я считаю, что Довольно таки неплохо Как для второго уровня Ну понятное дело Что фармить себе На какой-нибудь Десятый левел Замахаешься Так Ну а что касается Результативности по команде Смотрите, ребят Я с существенным отрывом Между прочим На первом месте Вот такой вот он Уникальный И крайне редкий УЗ-2 ПДР Я не знаю, ребят Встретите вы его или нет Но если встретите Помяните его Перед тем Как отправлять его в ангар А отправить его в ангар В принципе Труда вам не составит На данный момент у меня все Всех благ Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Обязательно Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить И пишите свои впечатления О просмотренном Видео в комментариях Я с удовольствием читаю И всем отвечаю Всех благ Всего хорошего Мира И обязательно Спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok